Апошня новины Гомельщины у материалах корреспондента у телерадо-компании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Добрый вечер. Самая масштабная модернизация 2015 года у нафтохимичной галине краины. На белорусском газоперопрацовучем заводе реализовали инвестпроект агульным коштом больше за триллион рублей. Тут целком автоматизовали процесс перепрацовки газу и стали выпускать новые виды продукции, запотребованные у сусветных вытворцев нафтохимии. По поводу оценок специалистов, реконструкция дозволит повеличить доход завода на 20 миллионов долларов в год. Об одном из наибойнейших инвестпроектов нафтохимичной галине репортаж Марины Северьяновой. Копцалкам автоматизовать перепрацовку газу белорусскому газоперопрацовщему заводу спотребилось три годы и больше за триллион рублей. Новая продукция с высоким добавленным коштом открыла предприемство и новые рынки сбыту. Коплексная реконструкция завода включала в себя пять очередей. Это первое, строительство ГФУ, которое за плечами стоит. Это строительство непосредственно товарного парка. Это модернизация котельной, третья очередь. Это строительство сероочистки. Мы вышли на продукцию качественно, евростандарт, ЕН-589, 2008 год. И плюс строительство КГТУ. Это когерационная установка. Ранее завод выпускал только автомобильное палево на основе газа. Зараз, кроме его, еще и сыровина, которая запотребована на сусветном рынке. По этих трубах, как раз и проходит, индивидуальная фракция вуглеводородов. Например, бутан будет использована для вытворочности синтетических каучуков и пластмасс. Из-эпинтан, как бы держать компоненты для автомобильных бензинов. А при смешивании разных фракций будут вырабатывать в сумасе сжиженных газом. Это самый масштабный проект нафтохимичной глины Краины, который реализовали в 2015 году. Спасибо ему, на заводе сейчас утилитуют практически весь газ, который отримывают в процессе с добычей нафты. Кроме того, спасибо выпуску новых видеопродукций, завод целиком закроет потребности внутреннего рынка. Уго, тут будут перепрацовывать 550 тысяч тонн сыровины. Мы, безусловно, планируем увеличение добавленной стоимости. По разным оценкам, скажем так, в годовом исчислении корзинку свою мы видим увеличение выручки порядка 20 миллионов долларов. Ну и, соответственно, окупаемость завода около 5 лет. В 2016-м белорусские газоперепрацовщие означают 40 годов. Увесь час сюда на перепрацовку отправляют газ, сдобытый на родовищах нашей Краины, а так само сыровину, привезенную из России. Поставщиков, по словам специалистов, привабливая якость отриманной продукции и выгодная цена. А для белорусских газоперепрацовщиков такое супрацовничество завеспечивает ритмичные поставки сыровины и махчимость распрацовывать долготерминовые проекты. Марина Северьянова, Дмитрий Радзянко, Тель Радзянко, компания «Гомель». С початку этого года на предприемствах Гомельской области работники незаконно недоотрымали маль 5 миллиардов рублев. Такая личба была гучена сегодня под час работы другого пленума Гомельского областного объединения профсоюзов. Далегаты звернулись до питания обороны права упрацующих у сучасных экономичных умовах. Алексей Цюроу подековился, чему не все керавники имкнутся выполнять свои промые обовязки. 2672. Минавитостоки коллективных договоров заключены сегодня на предприемствах Гомельской области. По осудностях, это той нормативной акции, який в первую чергу обороняет социально-экономичные интересы працующих. Ильша справа, что предупрежденное положение выконывается не за усюды и не усюды. Нельзя сказать, как порушения были массовыми, а ли то, что ситуация потребует повышенной уваги, видово, что тем больше, что оборона социально-экономичных интересов працующих – головная задача профсоюзов. А тому контроль сегодня ведется сразу по некаких накерунках, от организации громадских приемных до проведения мониторинга непосредственно на предприемствах. По областным объединениям профсоюзов не утоивают. С погаршением финансовых показчиков повеличивается и колькость выявленных порушений, починающих от скасования предупрежденных и льгот до дня выплат и несвредчасовых выплат зарплат. Нарушение контрактных взаимоотношений, увольнение с нарушениями и так далее, и так далее. Могу сказать, что только в этом году нам удалось через судебные инстанции и все прочее, так сказать, восстановить определенную справедливость и вернуть незаконно удержанные порядка 4,7 миллиарда рублей. Как свечусь в вынике мониторингу, довольно часто положения коллективных договоров не отповедают по требованиям девчого законодавства, а тому о гомельском областном объединении профсоюзов переконанным. Сегодня необходимо не только оказывать глиновым организациям методичную допомогу, но и активно распосердовать становчивый опыт, тем больше, что в регионе, хопая и таких предприемств, где предугледженные коллективными договорами и льготы, вы решили заховать. Тут признаются, финансовые кропки гляджене, это мягче мы и не вельми выгодно, а лекали думать об коллективе и его будущем, иначе нельзя. Сегодняшние условия работы достаточно сложные, заработная плата упала, потому что работы у нас недостаточно. Считаю, что если отобрать то, что мы завоевали, это будет неправильно. Сирот ближайших приоритетов – створение профсоюзных организаций и заключение коллективных договоров на усих предприемствах гомельской области, причем незалежно от формы властности. В этом году отповедную работу провели, например, по широку спортивных школ региона, финансовых отделах, некоторых райвы Конкаму, предприемствах «Беларусьнафтотранс» и «Химтранс», а ли наибольшь складанная ситуация в этом плане на недержавных субъектах господарения. Порядка до 7 тысяч за год обращений, причем все эти обращения связаны, будем так говорить, или с нарушением, или с разным толкованием норм трудового законодательства. Поэтому не все наниматели, конечно, пытаются сразу бросаться в объятия и говорить, что да, нам профсоюз нужен. Премьер-министр Беларуси Андрей Кабяков уручил державные ознагороды простовникам прационных коллективов. Гэтых ознаку достойны люди за шматгадовую пленную працу, высокий профессионализм, узорное выканание службовых обовязков. Больше, как 100 человек из всей краины отрымали державную подяку за работу. Простовники сектора экономики и громадских объединений, держслужащие, работники сферы будовництва, адукации, медицины, навуки, культуры. В среду знагородженных Наталья Панченко, начальник податковой инспекции по Гомельским районе. Больше, как 20 годов женщина працует в этой сфере. Досягнение коллективу, яким опошние 11 годов, керуя Наталья Панченко, отзначают как на областном, так и на республиканском узровне. До речи, и в этом году основные показчики у первую чергу выконания плана доходов в Гомельском районе выконаны, а запозычность плательщиков взведена до минимума. Хочу поблагодарить, в первую очередь, своих плательщиков за то, что мы с ним находим общий язык. В первую очередь, законопослушных плательщиков. Почему? Потому что от того, какое финансовое положение сложивается у плательщиков, напрямую зависит и выполнение наших доведенных задач. Зимой гололеды пиротехника становятся причинами шматликих травм. У тым лику и об этом ишла говорка под час программы «Задай пытание уладе» на хвалях Радео Гомель+. Гостем студии стал загадчик травматологичного отделения Гомельской городской больницы номер один Александр Крауцов. У геттое дни Министерство по надзвычайных ситуациях проводить акцию «Беспечный Новый год». Одна задач – профилактика травматизму при використании пиротехники. Тые, кто не прислуховывается до парад выротовальников, те просто игноруя элементарные правила безопасности, нередко трапляют до медиков. Травматологи каждый год рыхтуются до новогодней ночи, кали назираются всплеск, колькости пациентов с травмами кистя в рук, отриманными при використании фейерверков и петард. Адарванные пальцы, зломленные кости и порваные слухожили. Хирурги окажут квалификованную допомогу, але без наступства для здоровья такие серьезные травмы обыходятся редко. По ближайшей выходные, а так само 26 и 27 снежня, на площу Паустанни отбудутся новогодние и калядные региональные кермаши з уделом предприемства вытворцев города и в области. И они будут працевать с 9 до 16 годин. Жихары гостей Гомеля смогут набыть кондитерские выробы, мясомолочную продукцию, елочные упрыгоживания, живые елки и шмат иншага. Дареча, на все товары будут дейничать святочные скидки. День белорусского кино Сегодня означается День белорусского кино. Минавито 17 снежня 1924 года вышла постанова Совета народных комиссаров об киновытворчасти УБССР. И в этот день было створено Державное управление по справах кинематографии и фотографии. Белдерж кино. С нагодой свято сегодня у Гомеля по традиции отбылось ушанование лепших супрацовников у коммунального унитарного предприемства «Кинотаур». Это заслуженные работники, которые на протягу многих годов працевали над профессийным ростом предприемства и унесли значную кладу развития Галины. За минулый час киновидосетка Гомельщины зарабила значный крок наперед. И у этого великая заслуга працевного коллектива. За ашмат годовую добросумленную працу и высокий профессионализм супрацовники Кубкина Таура отрымали грамоты, подарунки и грошовые премии. Усе удельники урочистого мероприемства саправдные патриоты своей справы. Яны пришли у гэтую Галину некальки десяти годзил тому, однак застаются ёй верными и зараз. Для их киноиндустрия гэта не просто праца, худший сенс життя и однагчасова макчымасць дарыць радость и незабывные ураженні людям. В кино я работаю 46 лет. Прошла все должности. От киномеханика, редактор по репертуарному планированию и 20 лет я работала в должности начальника отдела репертуарного планирования области. Кино – это моя жизнь. Я пришла в кино в 69-м году и осталась в нём навсегда. Потому, наверное, осталось, что меня окружали всегда хорошие люди. Сама люблю кино, люблю людей, люблю кинозрителей. Всегда им рада. Многое сделала для того, чтобы они к нам в наши кинотеатры приходили. Белорусские новоколцы-экономисты вызначают гандлёвую сетку с самыми низкими ценами. Подадзенных мониторингу лидерам сярод усих шасті працующих у Минску рытейлера устали гипермаркеты «Еуроопт». За кошт чаго у гандлёвой сетки отримовываются знижать цены и як гэта уплывая на ситуацию на споживецким рынку краины, доведалася Вероника Бута. Специалисты вызначили белорусскую гандлёвую сетку с самыми низкими ценами. Доследование провели супрацовники Института экономики национальной академии «Навок». Лидером стали гипермаркеты «Еуроопт». Каб забеспечить высокую объективность дадзенных, для мониторингу взяли больше за 5 тысяч самых популярных у покупников товаров, які складають 90% товарообороты гипермаркетов. Цены на товары паравновывались во усіх шасті працуючих у столицы сетках гипермаркетов. Это значыць у гандлёвых сетках, які керуюць двумя і болей гипермаркетами. Выніки аналізу показали, що у гипермаркете «Еуроопт» у середнім цены были на 16,5-20,5% нижайші за цены у гипермаркетах, конкурентах. Сё літа цены у найбуйнейших гандлёвых сетках країны повялішилися, однак их рост был прыгнет на нижайший за узровень інфляції. Звычайно, минавіта рознішный гандаль, худшай за усіх, реагуя на змянінні кошту валютной корзіны. Прадавцы закладываюць у кошт, чаканная рызыкі ад курсавых страт. У 2015-м годі подобного не отбылось. І одной з прайшин гэтага стала розвитёг гандлёвых сеток Україні і конкурэнція поміж імі. Буйна гандлёвые сетки у пыльной ступені садінічають зниженню інфляцію Беларусі. В поміж імію зрастає конкурэнція. Сетки починають більш полна улічівать зміны з поживецкого ринку. Каб не злубить свого пакупніка, продавцы знижають цены. У гэтым годі значно знизилась цікавість пакупніков до товара так званых преміального сегментам. Працює принцип наво, што платіць більш, калі можна купіць такі ж товар, але танній. Тому продавцы вымушені шукать поставшыку якісна альі більш штанны продукції. У адваротным выпадку яны стратіць пакупніка. У прыватнаці гэтаму садзінчала ціновая палітика Євроопта, які прапановывая ў сваіх крамах товара на 16,5-20,5% па більш нізких цінах, чым ў конкурируючых гипермаркетах. У той час, як разброс ціна ў інших гандлівых аб'єктах, які мы аналізували, не перавышав 50%. Такім чынам гандлівая сетка Євроопт, прапановываючы найбільш доступные ціны, адзначаю дослідшіки, выступіла регуляторам кошту товаров на розничном рынку Беларусі. Вероніка Бута, Іван Мартынович, агентства Телі Новін. І на гэтым выпуск завершен. У студы працывала Наталі Ігнацінка. Плённахавам вечара і да новых сустрэчу ефірі. Наталі Ігнацінка. Наталі Ігнацінка. Наталі Ігнацінка. Наталі Ігнацінка. Наталі Ігнацінка. Наталі Ігнацінка. Наталі Ігнацінка.